я снова с вами увидели какие у меня зеленые глаза у меня зеленые глаза ой только что такую вкусную конфету ела а это как поджисти как-то слова очуметь не встать суфле вкус ванили блин я суфле обожаю я целых две съела целых представляете что это у меня что-то тут на телефоне о ведь ухи говорю витя мы что-то переборщили со сладким моего слишком много купили прям прям капец так все мне надо короче убираться вот витюхи купила короче тапки сегодня я и но они такие классные они даже не подходят дома прохладно дома прохладно отопление уже нету тридцать четвертый размер но они не как раз больше гордос и ее мое я себе тоже такие хочу где-то на природу поехать ну прям классные очумительные сейчас я буду убирать со стола приберусь дома сейчас уже максим скоро с работы приедет и завтра мы едем в деревню вообще если честно сегодня чуть-чуть мы чуть-чуть поругались первый раз за почти два месяца мы первый раз поругались так поругались что я его заблокировала ватсапик хирам вчера вечером он же приехал все было достойный японский бог падает и все вчера было все нормально он он приехал мы поужинали потом пошли сели играли с ребенком в карты ни с того ни с сего время где-то было уже пол одиннадцатого он такой я домой окей думаю что за хрень потом думаю господи ну домой так домой мне то что баба с воздуха были легче так же говорят ну я вот к этому короче так и отнеслась не писала не звонила но изначально я подумала что он типа сам напишет или позвонит или что-то нет тишина ладно утром просыпаюсь нету эсэмэски ни одной обычно он и не строчит без конца это нет ну ладно мы собирались сегодня видите на вручение ехать вместе ну как и собирались он сам сказал если мама поедет я тоже с вами поеду конечно и я поехала он мне не позвонил я не звонила не ладно а тут короче мы потом разделились святюха я думала мы вместе будем а его потом забрали сказали что вот мы короче едем в школу потому что в школе там еще директор их будет награждать этими же медалями и грамотами ну для архива короче школы и получается я поехала отдельно Витя поехал отдельно я такая еду в такси домой я еще заехала в магазин посмотрела что там как дела и этот еду в такси думаю дай-ка напишу хотя бы я пишу максим привет что произошло он не пишет ничего привет ничего я пишу а ну фух типа хорошо а мне типа показалось значит мне показалось и тут он начал как всегда у нас одна и та же больная тема вот сейчас если щербинин меня смотрит он там будет радоваться прыгать до потолка он мне за Витю начал вот ты его неправильно воспитала он чересчур короче ему не понравилось как Витя что-то мне сказал нагрубил может быть или вот как у него это бывает мама там это и все и Максима это разозлил он собрался и поехал я его неправильно воспитала вот я должна была что-то там я должна была я говорю знаешь что дорогой мой я говорю ты пришел в мою семью не я к тебе попросилась не я за тобой бегаю ты за мной бегаешь ты постоянно ко мне просишься ты постоянно нас зовешь к себе ночевать и главное тут собираешься мне какие-то правила устанавливать я что-то должна я никому ничего не должна я говорю а если что-то не нравится я еще и никого не держу и этот и он такой спасибо что дала понять что типа ты за меня не держишься что-то там еще мне написал и в конце мне говорит удачи я говорю ты что решил меня это смс расстроить что ли или огорчить ты что думаешь я тут плакать сейчас начну буду говорить Максим извини конечно я сейчас все исправлю сейчас я Витюху быстренько перевоспитаю и будет так как ты хочешь я говорю нет Максим такого не будет что я что мой ребенок вот мы вот такие какие мы есть хоть нравится тебе это не нравится хочешь принимай это хочешь не принимай мне никакие не нужно ставить условия не нравится до свидания я взяла его заблокировала я реально разозлилась на него я его реально заблокировала думаю все ко мне больше не надо подходить потом мы с Витюхой пообедали потом мы с Витюхой полежали потом мы поехали по магазинам потом мы приехали мы опять покушали лежали Витюха уснула а я лежала блин хотелось уснуть но что то нет я сегодня в прямой эфир в тикток выходила то и все лежу и вроде как испать и охота и только начало засыпать телефон звонит еще так громко потому что ну тишина в доме этот ничего не работает и этот телефон показался вообще капец громко и я прям резко взяла трубку чтобы не было вот этого громкого звука и я даже не посмотрела ну я как бы увидела и сразу же взяла я смотрю Максим и сразу и он такой наверное думает ох и я наверное сидела возле телефона ждала когда он мне позвонит мужики же такие они постоянно думают не то что надо ну я такая беру трубку я говорю алло он такой я не понял ты что меня ватсапе что ли заблокировала я говорю да вообще с головой что ли не дружишь я молчу ну-ка быстро меня ватсапе разблокировала сейчас же я говорю хорошо он такой какие планы на вечер я говорю никаких дома буду он такой понятно после работы я приеду к тебе а завтра едем в деревню я говорю хорошо но только говорю утром уедем а вечером домой нет он такой говорит нет утром уедем переночуем и на следующий день домой я говорю хорошо все я не могу почему мне так смешно не знаю короче вот так вот мы уже сегодня первый раз поругались и помирились ой 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 я не могу что-нибудь чтобы развешать витины все дипломы и грамоты и медали и ребенок молодец вот будем собирать это все повешаем красиво я там уже ему стенку выделила вот тут будем с тобой все развешивать ай ой 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 Короче, вот такие вот у меня дела. Я вам сначала не стала говорить ничего. Есть люди, которые просто могут порадоваться. Да мне, если честно, по барабану уже. Я как-то первое время еще что-то переживала. Там что-то думывала, надумывала. А сейчас думаю, да вообще по барабану. Реально, мне все равно. Кто что обо мне думает. Кто что обо мне говорит. Самое главное, что я сама знаю прекрасно за себя. Кто я такая есть. Что я из себя представляю. А остальное все. Вообще плевать. Может быть это правильно, может быть это неправильно. Моя мама бы сказала, что это неправильно. Ей всегда было важно чужое мнение. А мне не важно сейчас ничье мнение. Живу как хочу, как умею, как могу. И главное, мне все нравится. Господи, я так живу, как я хочу. Вот я хотела жить с одним. Я жила. Не захотела. Мы разбежались. С другим встретилась опять. Ну вроде все нормально. Хочу, душа моя требует. Мы берем и сходимся и живем дальше. Что-то пошло не так. Мне что-то стало не нравиться. Я ушла из этих отношений. Все. Нет больше этих отношений. И все. Блин. Математика-то проста. Блин. Продукты в полный холодильник. Полный холодильник. Это конечно кайф. Это круто. Это классно. Но он чересчур полный. Я прям даже не знаю, что куда ставить, что куда ложить. Опа. Сняла так. Сейчас я вам покажу, как у меня это. Сейчас покажу. Вот. Вот такая красотища. Вообще кайф. Блин, как оно мне нравится. Сейчас Максим приедет. Я ему скажу. Поехали еще таких возьмем немножко. В прихожую можно взять. И Максиму домой тоже можно взять. Вообще к нему мы уже сейчас переедем. Сколько тут? Какое уже? Ой, боже. Еще две недели целые. Ну ладно, можно раньше переехать. Короче. Сейчас в деревню съездим. И все. С деревни уже к нему переедем. Там возле работы прям. Ну он вот живет. С его окон видно мой магазин. Он так просто двор перешел и все. А тут сегодня ко мне хозяйка подходила. По поводу типа регистрации. Я же ей нервы мотала. Когда мы вот это с Колей воевали. И я Борису вот это все обращалась. Он мне говорил по поводу регистрации. Типа что? И я говорю. Да, да, да. Все. А сейчас зачем регистрировать? Сейчас уже до Макса перееду. Там уже зарегистрируют. Он пропишет. Не просто зарегистрируют. Он нас там пропишет. В этой квартире. И все. И я такая. Сегодня она подходила. Я говорю. Нет, давайте чуть-чуть повременим. Но я тоже так сказала. Типа с запасом. Всякое же у Юли в жизни может произойти. Все. Вот как всегда. У меня же часто все меняется. Я такая думаю. А вдруг я опять что-нибудь передумаю. Не захочу к Максиму переезжать. Думаю. На всякий случай говорю. Давайте повременим немножко. До 12. Если я до 12 не перееду к Максу, то пусть она мне делает регистрацию. И я Бориса тоже предупредила. А если я перееду к Максу, то все. Регистрация здесь уже и не нужна. Вот такие дела. Короче, все новости я вам уже рассказала. Все. Вы в курсе всех событий. Глаза видали у меня? Спать хотят походу. Или что хотят мои глаза? Глаза. Что вы хотите? Моя, моя, моя. Тетрадь мне нравится. Прям такое оно офигенское. Прям офигенски-офигенское. Ладно. Положим ее туда. Тут конфеты. Зарядку я унесу туда. Так. Это мы включаем. Все. Стола тут убрала. Тут сейчас посуду помою. Тут быстро вещи подберу. Там это то все сделаю. И, наверное, на велики погоняю. И на велики погоняю. Чуть-чуть нужно позаниматься. Хотя, вы знаете, я похудела. За эти два месяца я похудела. Я прям нормально так скинула. У меня фигура, блин, огонь. Мне прям самой нравится. И я когда вот так вот живот напрягаю, он у меня капец твердый-твердый. Сверху, конечно, есть такой жирочек. Кожа, короче. Но по факту вот, когда через нее прощупываешь, у меня капец пресс есть. Все, нахвалила себя, нахвалила, и все, я пошла.